Здравствуйте! В этой задаче нас просят найти длину отрезка ВС. Здесь есть несколько треугольников, даны длины некоторых сторон и пара прямых углов. Может, у нас получится установить подобие между какими-то треугольниками, данными здесь. Я, вообще-то, вижу здесь три разных треугольника – вот этот, вот этот и вот этот – больший треугольник. Если у нас получится установить подобие между какими-то треугольниками, то, может, для вычисления ВС можно будет как-то использовать соотношение соответствующих сторон. Итак, посмотрим на рисунок. Вот этот угол прямой, т.е. один из углов треугольника ВДС является прямым. Также один из углов треугольника АВС является прямым. Если мы сможем доказать, что у этих треугольников ВДС и АВС есть еще пара соответствующих углов, равных между собой, то тем самым мы докажем, что эти треугольники подобны. У обоих треугольников ВДС и АВС есть один общий угол – это угол С. Если один этот угол для них является общим, то два соответствующих угла этих треугольников будут равны между собой. Вот этот угол для них общий, давайте отмечу его другим цветом, просто чтобы его обозначение отличалось от обозначения прямых углов. Мы знаем, что если, по крайней мере, два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Т.е. треугольник АВС в обозначении мы начали с неотмеченного угла, перешли к прямому углу, желтому, и от него перешли к оранжевому углу. Запишу это соответствующими цветами. Начинаем с неотмеченного угла, вот этого, затем переходим к желтому, и от желтого к оранжевому. Треугольник АВС. В обозначении второго треугольника нужно быть также очень внимательными, так как одна и та же вершина может играть разные роли в разных треугольниках. Нужно убедиться, что мы правильно записываем выражение подобия треугольника. От вершины обозначенной белым к вершине угла в 90 градусов и затем к оранжевой вершине. Этот треугольник будет подобен треугольнику… Итак, если посмотреть на вот этот меньший треугольник, то какой из его углов соответствует неотмеченному углу треугольника АВС? Т.е. не является ни прямым, ни оранжевым. Это будет угол В. Угол В является прямым только для большего треугольника АВС, но для меньшего треугольника он никак не отмечен. Значит, начинаем с вершины В, затем переходим к прямому углу, т.е. к вершине D, а затем переходим к вершине С, т.е. к оранжевому углу. Вот мы и доказали, что эти два треугольника подобны. И теперь, когда мы знаем, что они подобны, можем попробовать найти соотношение их соответствующих сторон. Мы знаем, чему равна сторона АС. АС равна 8, т.е. 6 плюс 2. Поэтому АС разделить на… А какая сторона меньшего треугольника соответствует стороне АС? Можем ориентироваться по цвету букв в обозначениях. АС соответствует ВС. Первая буква и третья. Первая и третья. Сторона АС соответствует стороне ВС. Значит, АС разделить на ВС. И это интересно, так как мы уже задействовали неизвестную сторону ВС. А если посмотреть на сторону ВС в большем треугольнике, то какая сторона меньшего треугольника будет ей соответствовать? Сторона ВС. ВС разделить на ВС. И это хорошо, потому что мы знаем, чему равна АС и чему равна ВС. Значит, можем найти ВС. И следующий мой шаг в решении задачи – это показать вам, что сторона ВС играет две разные роли в этих выражениях. В первом выражении показано то, что сторона ВС в меньшем треугольнике соответствует стороне АС в большем треугольнике. Во втором выражении показано то, что ВС в большем треугольнике соответствует ВС в меньшем треугольнике. Итак, числители этих соотношений касаются сторон большего треугольника, а знаменатели – сторон меньшего треугольника. Отличная задача! Сторона ВС играет две разные роли в обоих подобных треугольниках. Но теперь у нас достаточно информации для вычисления ВС. Мы знаем, что ВС равно 8, так как 6 плюс 2 равно 8, и знаем, что ВС равно 2. Это изначально было дано. Теперь можем перемножить крест-накрест. 8 на 2 – это 16, и это, в свою очередь, равно ВС умножить на ВС, то есть ВС в квадрате. Значит, ВС равно корню из 16, то есть 4. ВС равно 4. И задача решена! Самое трудное в этой задаче – понять, что искомая сторона ВС играет две разные роли в разных треугольниках и просто сосредоточится на этих двух разных ролях. Чтобы прояснить картину, давайте нарисую эти два треугольника отдельно друг от друга. Если нарисовать треугольник АВС отдельно, то он выглядел бы вот так. Вот так этот треугольник АВС. Вот этот угол прямой, вот этот угол отмеченный оранжевым. Длина вот этой стороны равна 8, а длина вот этой стороны, как мы уже вычислили, равна 4. Затем, если нарисовать треугольник ВДС, то он будет выглядеть вот так. Треугольник ВДС будет выглядеть вот так – ВДС. Так будет легче всего наглядно представить. Вот этот угол прямой, вот этот угол отмеченный оранжевым, эта сторона равна 4, а эта – 2. Я нарисовала эти треугольники отдельно, чтобы вы увидели, что вот этот второй треугольник можно перевернуть и вращать, пока его ориентировка как бы не станет такой же, как у первого треугольника. Тогда, возможно, все станет понятнее вам. То есть, если само решение задачи кажется вам запутанным, то советую вам перевернуть и вращать треугольник ВДС так, чтобы он больше стал похож на треугольник АВС. И эти соотношения сторон станут для вас более понятными. На сегодня все. До встречи на следующем уроке.